Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. В этом видео хочу вам рассказать, как я с помощью аукциона заработал почти тысячу алмазов, которые стоят приблизительно 50 долларов в игре. Конечно же, по скидкам это можно сделать дешевле, но в любом случае это довольно-таки приятно, я думаю, вы понимаете. Хочу вам рассказать, как это удалось сделать и как вы можете заработать с помощью аукционного дома. Это может сделать каждый, если у вас будет какой-то бюджет, который позволит вам выкупать интересные копии с помощью макроса. Макрос можно скачать и я вам расскажу, как же это правильно делать и как им пользоваться. Значит, все это будет происходить в Bluestacks. Эмулятор Bluestacks, ссылка будет под этим видео, может каждый перейти и скачать на ПК или Mac. Значит, нас интересует аукционный дом. Давайте начнем с того, как я заработал почти тысячу гемов. Это можно увидеть без приукрас, здесь есть история покупок и продаж. Значит, неделю, не неделю, где-то 1-го числа, 1-го мая, то есть это было довольно-таки давно, я приобрел фиону, вот эту, которую вы видите. Значит, на этой фионе 3-481 атака. Этот герой используется для буста сяшки в домике, а именно для этого я ее, в принципе, приобретал. Как вы видите, я продал ее за 2500 алмазов, которые я вот сейчас при вас получаю. Вот, 2375, вы за вычетом процентов игры, 5%. Значит, давайте перейдем в мои транзакции. 2375, вот, я получил за фиону. И сейчас я вам покажу, что я ее приобретал. Да, вот, я ее приобрел, кстати говоря, 05-01, да, получается 1-го мая. 1-го мая за 1550 звездных алмазов. Кстати говоря, я ее приобрел даже не выкупом Blitz ценой. То есть это просто был аукцион, я зашел ночью и выкупил эту копию, со мной даже никто там не сопротивлялся, не торговался и так далее. Я ее просто купил и вот сейчас перепродал почти на тысячу дороже. В чем особенность и почему так произошло, сейчас я вам расскажу. Значит, Фиона это такая копия, которая используется в доме Сяшки. Так, давайте поставим на крафт сразу эти камешки. В общем, это дефицитная копия, а Сяшка у нас один из самых популярных героев в игре. Вот этот домик. Здесь используется или обычная копия Сяшки, или же Фиона. Соответственно, все стараются брать Фиону, потому что пасторы, они будут давать больше характеристик нас и нового героя, чем киллеры. Эта информация, кстати, есть в Весоботе, вот эти множители каждого класса. Поэтому это очень важная и полезная информация, можете перейти посмотреть. Это находится в Обычном острове, в разделе Обычного острова. Продать данную копию я решил потому, что, во-первых, она не такая прям супер топовая. То есть можно заработать на самом-то деле еще больше, если вы словите правильную копию. И, в общем, я решил заменить Сяшку с основного дома, поменять на другого героя. Скорее всего, это будет Элос, кому интересно. И также вот дом Фионы, вы можете увидеть, что он всего 61 уровня относительно всех остальных моих домов. Поэтому вот данная копия, она не очень сильно-то и бустила данного героя. Ну как, она давала там довольно-таки приличную прибавку, но не такая приличная, как я бы взял там копию на того же Асмода. Потому что у меня Асмод до сих пор без этого пробуждения. Но это все наживное, я просто сейчас еще руки не дошли. В общем, я решил продать эту Фиону и заработал 1000 гемов. Теперь я вам хочу вообще донести мысль и рассказать, как вы можете зарабатывать на аукционе. То есть, в принципе, данная продажа сподвигла меня записать данное видео для вас. Значит, предметы для торгов. Это основной аукцион, до которого зачастую какие-то вкусные копии по бросовой цене не доходят. То есть, их выкупают на этапе фазы отображения. И вот зачастую выкупаются они макросами. Давайте начнем с того, как вы можете заработать. И потом я расскажу, как правильно настроить макрос, который будет выкупать эти копии. Даже когда вы не будете находиться за компьютером или за телефоном, неважно. Итак, нас интересуют копии, которые очень, так сказать, редкие, с хорошими статами. Например, я хочу рассмотреть героя сяшку. Вот вы видите горячие распродажи. То есть, это самые популярные копии, которые выкупают чаще всего. То есть, первые четыре места это сяшка. Соответственно, нас интересуют копии на сяшку, которая используется в доме. Давайте я вам покажу, чтобы у вас было понимание. Кстати говоря, кто не знает, вот здесь справа вверху есть список. Не обязательно заходить в дом. То есть, мы ищем сяшку. Смотрите, в первом доме Фиона. Вот она. А, кстати, здесь нажать на нее нельзя. И в третьем доме у нас или Иноски, или вот этот, забыл как его зовут. В общем, сейчас к нему перейдем тоже. И, например, мы можем зарабатывать на трех копиях сяшки. Это Фионы, далее вот этот Герой Нежити и Иноски. Значит, мы переходим на аукцион. И нас интересуют как раз-таки третий копий. Я, кстати, вспомнил Анкеримару. Его зовут Фиона, Иноски и Анкеримару. Вот. Что касается Анкеримару, я думаю, что его вообще сложно будет словить с хорошими статами. Атаки именно нас интересует атака. Поэтому Иноски и Фиона будут чаще мелькать. Значит, мы сортируем по атаке стрелочкой вниз. Это будет означать, что нам покажет сверху копии с самой максимальной атакой. Например, сейчас, на текущий момент, это Фиона с атакой 4-100 и Иноски 3-233. Самое основное, что нас интересует в героях, которые бустят основного героя в доме, это стат атаки. То есть, неважно, это может быть, к примеру, условно говоря, Фиона С-ранга. Этот герой не используется в командах основных. Это может быть Фиона С-ранга с какой-то Б-крутой атакой. Такие копии попадаются. То есть, к примеру, это может быть Фиона С-ранга с атакой Б-плюс 5000. То есть, вы такое можете реально встретить. Или вообще с атакой А-ранга. И вы ищете не просто такие копии, а нам нужно заработать еще. Соответственно, зачастую, вот до обычного аукциона, такие копии не доходят. Потому что их выкупают за счет макроса. То есть, еще раз, уловили, да? Ищем копии, на которых мы можем заработать, которые редко встречаются. А Фиона и Иноски их редко пробуждают. Поэтому хорошие копии мелькают нечасто. И на них можно как раз-таки заработать, как я это сделал. И хорошая атака будет, начиная от 4000. То есть, от 4000 до 5000. Это та атака, на которой вы можете 100% заработать. Если вы, конечно же, купите по выгодной вам цене. Итак, как мы должны выкупать данные копии? Нас обычный аукцион, скорее всего, не интересует. Только если это копия, какая-то, ну, цена торгов указана без блиц цены. Или блиц цена сильно высокая. Там вы можете уже поиграться вручную и поторговаться. Но, скорее всего, там цена поднимется очень сильно. Потому что все будут пытаться ее выкупить. Мы переходим в товары в фазе отображения. Нас интересует только эта вкладка. И на этой вкладке герои находятся 6 часов. То есть, когда люди выставляют вот здесь плюс список героев. Выбирают какого-то героя, выставляют его на продажу. Он попадает в фазу отображения. И здесь находится 6 часов. Значит, мы должны искать этих героев только здесь, по сути. Я выбираю снова этих трех героев. Насчет Анкеримару, друзья, не уверен. Тут на ваш страх и риск. Вполне вероятно, что на нем тоже можно заработать, если будет высокая атака. Поэтому можете тоже мониторить его. Как вы видите, здесь всего 3 копии. Значит, нас интересуют копии, которые люди выставляют с хорошими статами по бросовой цене. То есть, когда эта копия и блиц цена на эту копию довольно-таки низкая. Например, я купил B-Фиону. Напоминаю. Вот эту. Кстати говоря, здесь можно, по-моему, ее статы посмотреть. Нет, нельзя. В общем, Фиона была 3-4 стат атаки. У нее второй стат был цешный. И еще была скорость бэшная. Сама она тоже была бэшная. Но, если даже это будет C-ранга копия с высокой атакой от 4000, вы на ней 100% сможете заработать. Ориентироваться на цены вы можете с помощью обычного аукциона. Как это делается? Например, нас интересует Роган Б-копия. Давайте поставим Б-копию Рогана. Как понять, по какой цене последний раз были куплены те или иные копии героя. И здесь, если вы нажмете на какую-то копию, то у вас слева будет показана последняя цена, по которой была выкуплена вот по рангу данная копия. Хочу отметить, что ранги отличаются. Смотрите, то есть есть Б-, Б и Б+. Соответственно, у каждого этого ранга будут разные цены. К примеру, вот Б обычная 5900, последняя транзакция была. Если я нажму на Б+, то здесь будет другая цена. За 6000, за 7500, 500 и точно так же на Б-. Б- соответственно, всегда дешевле. И вот это последняя транзакция. Вон, кто-то Б-рогана выкупил за 1100 алмазов. Я думаю, что там не сильно вкусная копия была. Или же он реально по лице цене смог уловить что-то интересное. То есть вот по вот этим ценам вы, соответственно, ориентируетесь, чтобы понимать, на чем вы можете заработать. Но напоминаю, кстати, пока не забыл, что после покупки этой копии вы ее неделю не сможете продавать. То есть там блокировка идет на неделю и вам, соответственно, придется неделю ее самим использовать. Или просто ее держать у себя на аккаунте. Давайте ради интереса я сейчас выберу все метовые копии, которые, к примеру, там меня интересуют. Которые вот сейчас используются, в принципе, в мете. Вот сяшки там вкусные. Шерлок вкусный. Тоже может попасться. Королева. Так, здесь больше никого нет. Далее вот веса Фрея, которая выйдет, кстати говоря, уже в эту пятницу. Новый герой превосходства. Сяхоу тоже. Роганы очень часто попадаются хорошие. И на них спрос прям нереальный, друзья. Роганы тоже очень крутые. Именно для перепродажи и так далее. Ну и осмода. И элос. Все, вот эти герои. Предварительно вы на них можете зарабатывать. Атаку вниз. И смотрим. Чаще всего здесь будут копии с Блиц ценой довольно-таки высокой. Но, опять же, повторюсь, друзья. Я реально сам участвовал в этих аукционах. Например, вот смотрите. С плюс копия. Ну да, это фигня. То есть веса 3 800. Основной герой, он не такой. Они всегда дешевле. Вот эти основные герои, которые именно герои превосходства, они зачастую дешевле продаются. Поэтому по ним уже ориентируйтесь сами. 3 700. Вот Сэшная королева. 3 700 за 1111. Ну тоже такое себе. Скорее всего, вы на этом лоте не заработаете. Роган. 3 600. Но проблема в том, что Роганов зачастую берут с хорошей скоростью. То есть этот герой, который зависит... Зависим от скорости. Ну да, в принципе, здесь на текущий момент вы можете вот до 4 000 смотреть. Ну ладно, там до 3 500. Ориентировочно по тем ценам, там по дешману что-то искать. Значит, предположим, что вы нашли какую-то копию, которая вас интересует. И Блиц-цена на нее очень низкая. То есть, к примеру, это королева. Вот 4 000 атаки. Б минус. Она бы, Блиц-цена стояла не 2 500, а 1000. То есть, Блиц-цена 1000. Все, это 100% наш клиент. Мы ставим звездочку справа. И добавляем данную копию в избранное. Теперь, что мы делаем? Мы переходим в мои ставки. И здесь сверху вкладочка избранное. Через час появится данная копия. Вы ее сможете выкупить. Вам не нужно будет переходить в основной аккаунт и искать эту копию там. Вы сможете ее выкупить прямо отсюда, из избранного. То есть, пока эта копия будет находиться, в принципе, на аукционе, она отсюда никуда не исчезнет. Если вы ее добавили, как раз таки, из фазы отображения. Сейчас вы на нее нажать не можете. Но что вы увидите после того, как закончится вот этот таймер через час? Вы увидите вот такое окно, и вы сможете нажать Блиц-цена. Но, напоминаю, прежде чем вы будете ставить макрос, всегда вводите пароль. Как разблокировать аукцион до покупки. Вот здесь справа вверху есть синий замочек. Вы нажимаете на него и вводите ваш пароль. Соответственно, ну, вам не нужно будет находиться за компьютером, и макрос 100% сам выкупит данную копию. Ну, он будет в ней участвовать, по крайней мере. Итак, я ввел свой пароль, и сейчас покажу вам, как разблокируется. Вот. То есть, замочек снят, и теперь вы без проблем сможете участвовать в аукционе. Значит, окно будет выглядеть точно так же, как и на обычном аукционе. Вот макрос нажмет на эту копию, появится кнопка Блиц-цены. У меня недостаточно звездных алмазов. И там будет Блиц-цена, окей. Все. То есть, это, в принципе, все, что делает макрос. Макрос будет писать там длинное сообщение, типа, невозможно обработать там заявку или что-то такое. То есть, пока вы видите вот это длинное сообщение, вы участвуете. Вы не отключаете макрос. Вы можете отключить макрос только тогда, когда вам напишет сообщение, а товар исчез с аукциона или убран с аукциона. Вот что-то такое. Я точно не помню, что там пишется. Сейчас не могу вам показать, потому что нет копии нужной, которую нужно выкупать. Ну и сложно это подобрать по времени, сами понимаете. В общем, вам не важно, что там пишется. Самое главное вам запустить макрос. Значит, что вы делаете? Мои ставки. Вы выбрали копию, которая вас интересует. И теперь нам нужно запустить макрос. Мы переходим в Bluestacks. Справа у нас есть менеджер макросов. Ctrl-Shift-7. Стандартная комбинация запускает данное окно. Менеджер макросов. У меня он называется Auk. Ну, аукцион. Давайте я его переименую у себя, чтобы было понимание. Аукцион. Данный макрос вы сможете скачать из Vesobot по ссылке в описании в разделе аукцион и храм. То есть вы переходите в Vesobot, нажимаете вкладочку «Карта» и там будет аукцион и храм. Там я оставлю как раз-таки ссылку на скачку данного макроса. Как добавить данный макрос в ваш Bluestacks? Вы нажимаете вот эти три полосочки сверху, рядом с крестиком красным. Далее импорт макроса и, соответственно, вот этот скачанный макрос вы добавляете с того диска, с которого вы, ну, из той папки, с которой вы скачали его. Все, он у вас будет добавлен. Сейчас я его быстро добавлю. Все, макрос успешно добавлен. В настройках проверяем, чтобы было точно так же, как у меня. Скорее всего, это также сохранится. Бесконечно до остановки будет использоваться этот макрос. И скорость воспроизведения 2х. Все, то есть здесь нас больше ничего не интересует. Далее, что вы делаете? Вы запустили, перешли в избранное. Нажимаем вот эту кнопочку «Пуска воспроизвести». И справа вверху, вы видите, выполняется макрос. Нажмите здесь, чтобы остановить. То есть вот там видно время. Это то количество раз, сколько макрос уже проигрался. То есть вы видите, что он довольно-таки быстро это делает. Поэтому не переживайте, вас за это там не забанят. Здесь ничего, в принципе, не происходит. Вы просто ждете, пока закончится таймер. Все. Когда уже эта копия исчезнет, или вы ее выкупите, вы просто его останавливаете вот этим квадратиком белым. Все, друзья, это все, что вам нужно знать. И если он у вас вдруг некорректно будет работать, я его записывал на окне Bluestacks с разрешением 1600. 600, сейчас я вам скажу точно. Экран. Я его записывал с разрешением 1600 на 900. То есть если у вас будет не совпадать, он как-то будет некорректно работать, просто измените на вот это разрешение экрана. Но, скорее всего, он должен работать, в принципе, с другими. Я это просто не проверял. На этом, друзья, все. Теперь вам остается просто мониторить нужные копии. Там буквально каждые 6 часов заходить на товары в фазе отображения, ставить атаку стрелочкой вниз. И, соответственно, высматривать какие-то крутые копии, которые будут продаваться по бросовой цене, именно в Blitz цене, для того, чтобы выкупать их макросом до появления на основном аукционе. Зачастую эти копии, они не доходят до основного аукциона. И, кстати говоря, я... Ну, это, кстати, без макроса я выкупил. Вот, к примеру, копия Дрейка почти на 5000 атаки. То есть вы видите, да? B минус копия, кстати говоря, он все равно B. Здесь вот эти два стата, C-шные. Нас эти статы не интересуют. Ну, зачастую не интересуют. То есть здоровье и скорость. В первую очередь интересует всегда атака. Потому что атака — это тот стат, который позволяет проходить, в принципе, основной контент. Зачастую там такой урон у противника, который с любым количеством здоровья вы не переживете. Но здоровье можно бонусом высматривать также. То есть вы можете заработать на этом больше. Данную копию Дрейка почти на 5000 атаки я выкупил за 1650 алмазов. То есть это тоже очень круто и очень дешево. Сейчас я... Да, вот она. 1550. B минус копия. Я ее купил еще 2 мая. До сих пор она у меня есть. Я ее продавать не собираюсь. Хотя я подумаю. Возможно, на ней тоже можно будет заработать. Выставлю ее. Потому что Дрейк, во-первых, это метовый герой. Во-вторых, этот герой используется в доме Аспона. То есть вы можете с помощью него забустить Аспона. Но обычная копия Аспона, она может дать больше статов. Но проблема в том, что покупая обычного Аспона, вы самого Аспона использовать не будете. А здесь хотя бы Дрейк, который можно использовать... Которого можно использовать там в каком-то контенте. В принципе, в любом контенте. Хоть в PvP, хоть в PvE. Я думаю, вы понимаете. Плюсы. На этом, друзья, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте палец вверх этому видео, если было полезно. И увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева Фейвеса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня вконтакте или телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать. Продолжение следует...